это неправильные подтягивания ребят смотрим всем привет друзья сегодня вам покажу как увеличить свои подтягивания нет нет без всяких программ без всего это будет моментально вы увеличить свои подтягивания тупо за счет 3-4 условий которые вам нужно будет выполнить и которые сейчас покажу полетели друзья для того чтобы хорошо подтянуться и подтянуться больше чем вы можете например вы можете там 5 раз подтянуться с этими условиями которые сейчас покажу вам вы сможете подтянуться раз 7 может 8 первое из этих условий это нужно укрепить вам хват то есть должны укрепиться предплечье соответственно кисти если у вас укрепиться предплечье то у вас кисти не будут разгибаться то есть когда вы подтягиваете много раз то от вашего собственного веса у вас разгибаются постепенно кисти но чтобы этого не было мы просто берем магнезию магнезия такой жидкий мел который позволяют вашим рукам не скользить на турнике и убирает весь пот то есть высушивает короче руки наливаем вот таким вот образом размазываем есть жидкая магнезия есть сухая магнезия но жидкая лучше потому что она не марает там одежду и так далее то есть она сейчас засохнет и мы полетим второй шаг после того как вы намазали руки магнезией теперь после того как у вас хват уже укрепиться вы должны взяться за турник определенным образом многие люди берутся просто вот так повисают типа на пальцах и подтягиваются это не особо прочный хороший хват потому что если вы хотите прямо закрепиться на турнике очень так надежно вам нужно чтоб турник пошел вот сюда то есть под мозоли получается смотрите вы берете и заносите руку вот таким вот образом вторую тоже это второй шаг на сайте archumorris.com запущена новая программа тренировок по увеличению подтягиваний как для начинающих так и для продвинутых программа была проверена на десятках спортсменов все испытания прошли успешно ссылка в описании следующий шаг когда вы уже повисли вы висите вам нужно максимально напрячь свое тело представьте как будто вы висите где-то над пропастью вы должны напрячь все тело все мышцы и даже ноги то есть у вас не только руки должны быть напряженной у вас спина ноги все как стрела должно быть напряженной это третий шаг номер четыре это когда вы уже все висите напряженные руки у вас закинута туда далеко вы должны не на распрямленном теле висеть вы должны выгнуть спину сразу же должны максимально напрячь свою спину ноги напряженные по-прежнему и начинаете подтягиваться когда вы подтягиваетесь вы не должны расслаблять тело у вас постоянно должно быть тело напряжено все вообще руки спина ноги и чтоб не было никаких колебаний потому что если будут разные колебания это будет вас перебивать сбивать дыхание и естественно будете подтягиваться меньше если будете как стрела то вы просто как поршень будете ходить туда-сюда и сделайте больше подтягиваний чем надо вот такие вот друзья четыре совета получились они естественно все очень годные потому что если вы не будете выполнять какой-то из этих советов то ваши подтягивания будут страдать если вы будете выполнять все четко напрягете тело напрягете руки немножко спину выгните и сразу же уже воткнете свои плечи чтобы они не расслабленные были а вам нужно прям их вот так воткнуть в себя чтобы они уже напряженные были то есть вот из этого положения вам нужно сделаться вот в такое положение и начинаете подтягиваться руки обязательно турник вот сюда то есть у него тут должен быть а вот сюда затыкаем вот так вот турник рукой так скажем и подтягиваемся это все очень нужные советы потому что без них очень слабенькие подтягивания вот на так спасибо большое за внимание исполняйте эти советы пишите в комментариях как у вас получилось или не получилось увидимся в следующем выпуске пока